МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А поскольку в нынешнее время значительная часть населения находится дома, то и вероятность возникновения пожаров тоже увеличивается. Когда большинство взрослых и детей находятся дома, увеличивается нагрузка на электрические сети, что говорит о необходимости следить за состоянием электропроводки, электроприборов, газового оборудования. Больше всего бытовых пожаров с трагическими последствиями происходит в домах, где люди находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Курение в состоянии алкогольного опьянения – причина каждого второго смертельного пожара. В связи с пандемией дети всех возрастов находятся дома. Родителям крайне важно проанализировать, как их дети проводят досуг. Естественное желание проветрить квартиру делает несчастными сотни семей каждый день. Маленькие дети, даже на мгновение, оставшись без присмотра, выпадают из окон и получают травмы, как правило, несовместимые с жизнью. Ставшие неоткемлемой частью нашей сегодняшней жизни опасные предметы для детей, спирты, антисептики, хлоросодержащие, жидкости, всевозможные медикаменты и другие должны быть вне зоны свободного доступа. Объясните детям, что шалость с этими веществами опасна для их жизни. Постарайтесь регулярно повторить с ребенком правила безопасного поведения, обращения с электроприборами. Выучите с детьми наизусть телефоны экстренных служб спасения 101 и 112. Уважаемые граждане, призыв не покидать дом без необходимости является только пожеланием безопасности. Но именно строгая изоляция с резким ограничением контактов между людьми признана миром самым действенным способом остановить пандемию.